Ну что, привет, Зуша! Здравствуй, очень рад тебя видеть. И сегодня я тебя приглашаю на наш первый подкаст для Ваикры. Мы делаем первый подкаст именно с тобой, потому что ты один из первых людей вообще в мире, на кого мне посчастливилось повлиять и показать тебе возможность, что в религиозном мире что-то есть интересное. Помнишь, сколько тебе лет тогда было? Не знаю, давно это было. Семинар Рава Штензельда. Наверное, было 17 мне. Я туда приехал, я был тогда уже бизнес-тренер, но для меня главная была всегда религия, всегда служение Богу. И я, что бы я ни преподавал, я всегда людям говорил, что все от Бога. И я знаю, что ты в тот момент заинтересовался, потом развивался. Сейчас ты уже тоже известный бизнес-тренер, специалист, консультант, эксперт. Как ты себя позиционируешь? Сейчас позиционирую, как помогаю экспертам и, в частности, психологам привлекать клиентов. У меня всякие другие слова и термины очень не заходят. Вот. И я знаю, что тоже многие тебя знают. Зуш, ты сейчас очень популярный. Я хочу первый подкаст сделать именно с тобой, потому что, первое, ты очень хорошо понимаешь в онлайне. Сейчас онлайн — это и есть настоящая жизнь, да, можно так сказать. Виртуальный мир, он больше, чем даже оффлайн мир по количеству времени, которое человек там проводит. И, второе, мне интересно, вот твой путь, чтобы передать людям, почему ты стал религиозным, почему ты выбрал этот путь. Мне интересно. Вот давай поговорим на эти разные темы. Как ты, пять сыновей, пять детей у тебя, да? Да. Спасибо, Блеонора. Четыре сына и дочка. Глабочка-дочка, да. То есть, прямо приятно. Всего лишь за сколько лет это вы смогли? Это было очень быстро сделано, я тебе скажу так. Но 13 лет, получается, мы вместе с Машей. 13 лет — это дематрия, числово значение, аава, любовь. Аава, и как раз вы успели... Кабалистический подкаст, получается. Да, пять плодов любви у вас, да, пять плодов. Ну, знаешь, они женятся уже все через 20 лет. И у вас будет через 20 лет уже... Мы с вами можем поехать отдыхать, получается. Да, пять внуков. Сколько тебе сейчас лет, кстати? 35. Через 20 лет ты будешь в 55. У тебя уже дедушка, мне 51, у меня уже один внук. Новый дедушка, получается. А у тебя в 55 будет уже с Божьей помощью пять внуков. То есть, вообще шикарно. Расскажи, почему ты решил стать религиозным? Это я никому не рассказывал. И для Ицхака, наверное, тоже это будет сюрприз. Но когда ты приехал, это была в Киеве, станция метро Житомирская. Там тебя пригласили на короткий мастер-класс. И я помню, здесь еще книжка тогда была твоя про успех. Десять шагов к успеху. Вот такая... Она еще в Байндер была. Ну, короче, на А4 была распечатана просто. Я помню, ты приехал туда, и у тебя были кроссовки Adidas Porsche Design. И я так посмотрел на эти кроссовки, и я подумал, если у него Adidas Porsche Design, значит, наверняка у него 9-11 Porsche. И он еще и в Кипе. Значит, он хороший человек. И тогда вот это я подумал, может быть, адекватный, интересный, с юмором человек еще и в Кипе, и в Циците. И для меня это было turning point. Потому что я впервые увидел человека просто за Кипой, Цицитом. Вот. И, в общем-то, да, наверное, это было начало. А тебе тяжело было переходить с нерелигиозного образа жизни, когда... Ну, есть тоже нерелигиозные люди, тоже структурированные, там они чем-то занимаются все время, да. На религиозном образе жизни, когда ты три раза в день должен молиться, циты, ну, когда у тебя все регламентировано. Как у тебя шел этот период? Переход быстро, медленно, пошагово, сразу? Были спады, может быть? А я даже не могу сказать, что был, потому что I'm on the way. Тогда это началось, и... Ну, есть люди, которые я иногда со студентами общаюсь, младшие ребята, где-то на семинарах, и они говорят, вот ты религиозный. А я сразу думаю, я ли религиозный? Я никогда не говорил себе, вот теперь я буду религиозным. Настолько это был процесс как бы ongoing. Он начался, и просто постепенно, ну, он продолжается. И внутри меня нет такой точки, типа, я теперь религиозный, поэтому так. Хорошо, есть такая точка. У меня всегда есть точка выбора. Нет, есть точка такая. Шаббат, это значит, человек, соблюдающий шаббат, когда ты первый раз отключил телефон в шаббат. Ты как с рулечить говоришь. Я ему это сказал, и он мне сказал, нет, есть. И да, в общем-то, если так посмотреть, то есть. Когда ты начал шаббат соблюдать? От этого момента 17 лет до... О, это интересно. Это было как раз после этих семинаров, которые тогда познакомились. Мы с Машей вместе, мы с ней встречались. У нас получилось с ней нетрадиционно, типа, ну, в начале... Короче, мы с ней встречались до свадьбы. На семинарах тоже виделись. И перед свадьбой мы с ней решили, что после свадьбы сразу мы будем соблюдать шаббат. Я точно помню, что это было после свадьбы. Но до свадьбы, я помню, как мы с ней в шаббат вместе, короче, лежали на кровати, и мы думали, что... До свадьбы лежали на кровати? Ну, как лежали, на разных кроватях. Такие вопросы говоришь. Ну, на кровати. Она кровати, я другая кровать. И вот так вот лежим, короче, она там на кровати. Я в другой комнате. И не двигаемся. Потому что в шаббат же ничего нельзя сделать. Ну, это все опасно, ты можешь нарушить. Я помню, мы покупали в синагоге у нас в Луганске. Халы такие были, они как батон почему-то выглядели. Может, это батон был, я не помню. И этот, как это называется, не килька, а вот это в масле. Скум, не скум, не скум, не скум, не скум. Шпроты. Шпроты. И это единственное, что мы ели. Мы покупали кошерный майонез, шпроты. Уже вы были женаты. Не-не, это мы не женаты. Мы просто решили попробовать как вот шаббат, чтобы не нарушать. А когда мы поженились, мы там по жести. Мы переехали в очень ублюдскую квартиру, в которой лежал мертвый голубь прямо на балконе. Мы думали, почему он не улетает? Типа, у-у-у. И, наверное, нравится ему. Оказывается, он просто там умер. Умер. И мы откошировали кухню, позвали друга. И вот с этого момента мы старались. Все соблюдали, шаббат. Имеется в виду шаббат. Ну, потом, когда я начал учить законы шаббата, в настоящем я понял, что... Нет, но решение было соблюдать. Да, да. То есть, сознательно не было такого, что сейчас я в шаббат, и я что-то нарушу, зная, что я нарушаю. Больше не было. То есть, ни разу бы после того, как ты начал соблюдать, сознательно ты не нарушал? Нет, не нарушал. Есть у меня то, что я до сих пор нарушаю. Тогда я ковыряю ногти, и я когда ковыряю, знаю, что их не надо в шаббат ковырять. Ну, вообще их не надо ковырять, но в принципе. И вот это меня беспокоит. Хорошо. Не скажем, раввину. Это был переход, значит, в течение где-то года от того, как ты узнал. Да, наверное, так это было. И в течение года ты решил соблюдать, и с тех пор ты только усиливаешься в своем соблюдении. Да, может быть, двух лет вот это было, когда я узнал. Переход на этот период. Скажи мне, вот если бы Маша была, не дай бог, нерелигиозной, твоя жена, ты смог бы быть религиозным? Вот просто пример. Ты начинаешь соблюдать, и она бы сказала, а я не хочу соблюдать шаббат, не дай бог. Что бы ты делал? Вот это вопрос. Ну, сейчас мне кажется, что я бы все равно соблюдал, потому что, если не шаббат бы, я бы просто не дожил бы до сейчас. То есть, если ты меня спросишь дальше, типа, зачем тебе вообще, почему ты решил соблюдать, я бы со своим уровнем anxiety, беспокойства, внутреннего переживания постоянного, я и с богом-то, бывает, вообще никак не могу справиться, а если бы не было еще кого-то, кто помогает, я просто бы сдох. Здесь люди спокойны, им, наверное, можно без религии. Я нет. То есть, я настолько переживательский, и я бы шаббат держался бы, потому что у меня шаббат как остров, короче, спокойствия. Какое-то есть место, где я могу туда прийти и быть там, и я никому ничего не должен. Я не должен работать. Особенно, когда ты на себя работаешь, ты каждый раз думаешь, сейчас надо что-то сделать. А в шаббат у тебя надо ничего не делать. Тебе надо молиться, тебе надо быть с детьми. И ты думаешь, не надо, ты хочешь с ними будешь, не хочешь, они там что-то делают. Скажи мне, что для тебя в твоей взаимодействии, что для тебя Бог, вот если ты говоришь, Бог для меня это, вот продолжи это, Бог для меня это, двоеточие, и у тебя есть пять пунктов. Что для тебя Бог? Пять пунктов, немало. Офигеть. Какие интересные вопросы. Я сейчас постоянно, я читаю, с собой таскаю книжку Шара Бетахон, Врата Бетахона, как для зрителей это упование, плохое слово упование, как полагаться на Бога, как, короче, вот с ним в отношениях быть. И, ну, в общем, как такой очень любящий, там Рабейн Убхай, он описывает в начале, человек, он говорит, представь, что у тебя есть друг, который тебя бесконечно любит, он знает все твои, всего тебя на 100 углов окошек, даже сам себя не знаешь. И все, что он делает, он делает, чтобы тебе искренне помочь. Всегда. И постоянно он пытается тебе, и у него безграничные ресурсы, и он бесконечно хочет, чтобы тебе было хорошо. И для меня вот через призму этой книжки, вот, ну, Бог, это не тот, кто наказывает, ругает, или хочет, чтобы ты что-то все правильно какое-то делал, мифически правильно. Это тот, кто хочет, новое, кстати, у меня видение появилось, что, это тот, кто хочет бесконечно по великой милости своей, по любви, короче, чтобы развивался я, чтобы я стал лучше. Вот есть я такой, которым он меня сюда спустил, я в потенциале, а он хочет, чтобы я лучше стал. И все, что он делает, все, весь сценарий, все картины, которые меняются, войны эти, все, эпидемии. Он говорит, я очень тебя люблю, я вижу, что ты в другом контексте не можешь пока что это реализовать. Я пробовал тебе вот так дать, вот так по чуть-чуть. И он пытается минимальными шагами вывести из зоны комфорта моей так, чтобы мне больно не было. И при этом он говорит, смотри, я тебе уже перед лицом просто спасал, а ты не видишь, ты не можешь. То есть, если я правильно понял, то Бог для тебя это тот, кто к тебе хорошо относится, тот, кто тебя любит и тот, кто тебе дает возможности для развития с помощью моделирования каких-то событий в твоей жизни и хочет, чтобы ты развивался. И бесконечно верит. И бесконечно верит, что ты будешь развиваться. И можешь быть лучше. И можешь быть лучше. Потрясающе сейчас ты сказал. Значит, это для тебя Бог. Но я не хочу Бога ни в коем случае помещать в какую-то коробку своих ответов. Нет, для тебя. Ты же живешь все равно в коробке своих ответов. Ты можешь Бога поместить. Сейчас вот так, давай, пусть это будет. То есть, ты воспринимаешь Бога вот так, как ты сказал сейчас, да? Любящий, хочет, чтобы ты развивался, верит в тебя, хочет, чтобы ты был лучше и дает тебе полосу препятствия, какую-то жизнь, в которой ты реализовываешь свой потенциал. Да, да. Можно так. Это в твоей модели мира, это Бог? Сейчас, вот в эту секунду, наверное, ближе к моему. И что ты делаешь для того, чтобы, например, больше зарабатывать, чтобы были лучше отношения? То есть, если все от Бога. Веришь, что все от Бога или что ты не от Бога? Верю? Это вот тоже вопрос под ковыркой. Типа, нет, не верю. Да, верю, но как? Ну, это тоже интересно в этой вот, в Шараби Тахон, Рабе Нубхайо объясняет, Рабе объясняет, психот, что веришь и вот по-настоящему живешь в соответствии с этим, это разные уровни. Верить можно как бы on the back of you. Короче, где-то ты просто живешь и веришь, оно как бы в пассиве находится. Ну да, верю, спросил, верю, а как ты, исходя из этого, действуешь? Другой вопрос. Вот, у меня вопрос, как ты, исходя из этого, действуешь. То есть, если ты веришь, что все от Бога, то тогда ты хочешь с Богом налаживать отношения. Ты хочешь, чтобы Он тебе давал больше денег, лучше отношения, лучше здоровья и так далее. Что ты делаешь в твоей модели мира, в твоей картине мира, для того, чтобы Бог тебе давал, у тебя знаешь, что ты, слава Богу, зарабатываешь хорошо, что у тебя, слава Богу, дети. То есть, многие люди мечтают об этом, у тебя прекрасная жена, все знают, насколько она серьезная и такая основательная, положительная девушка. Я вас знаю, это уже с 17 лет, больше 10 лет. Мы с соседями в Тиеве были в одном доме. И, значит, что ты делаешь для того, чтобы Бог давал тебе какие-то бонусы и бенефиты, и какие-то, да, хорошие условия. Классный вопрос. Есть у тебя какие-то твои личные лайфхаки? Последнее. Ну, есть какие-то вещи, которые все будут, наверное, говорить. Есть заповеди. Но это в общем, в общем есть заповеди. Также классно придумал Всевышний, что есть заповеди, которые ты, даже если ты ничего там особо не знаешь, или ты до конца не понимаешь, ты их делаешь, и фактически, ну, ты делаешь хорошее. Я вот верю в то, что... Вот у меня это связано с бизнесом очень. То есть я верю в то, что я делаю в бизнесе. Это часть, а вот это же часть работы, которую меня все же сюда отправил делать. То есть по-настоящему помогать людям, как по мне, как помогать не так, как я считаю, что им хорошо, а так, как они действительно это оценивают, что моя жизнь изменилась, и я за это благодарен. Ну, то есть через обратную связь от людей. И вот эту работу мою вести по-честному. Ну, то есть внутренне по-честному с собой. Чтобы я чувствовал, что я не наступаю на те границы, которые Тора описала. Да, я не обманываю, я не ворую, я плачу налоги, я стараюсь действительно свою работу максимально хорошо сделать и стараюсь понять аудиторию, стараюсь понять сделать продукт, который действительно им поможет прийти максимально коротким путем. Нет, что ты делаешь для Всевышнего? Для Всевышнего это первое. Это помогает другим людям тем способом, который, мне кажется, у меня лучше всего получается. Это то, что я делаю для Всевышнего точно, и так я это вижу. Теперь, если мы говорим о еврейской части, такой сугубо еврейской, опять же, рабе Нубхая и любающие скребы, тоже об этом огромное количество есть писем и беседы, выступлений. И упование на Всевышнего, что такое упование? По-простому, как шесть стауп, один из равинов американских. Нет, что ты делаешь? Ты мне теорию... Нет, вот... Что ты конкретно делаешь? И лайфхак от твоих. Вот конкретно что ты делаешь для того, чтобы больше получать от Всевышнего? Или, если ты об этом не помнишь... Нет, нет, нет. Я не знаю, как сформулировать. Ну, например, я даю доколу и прошу Всевышнего, чтобы он мне помог. В молитве я прошу, чтобы он мне конкретно помог в тех бизнес-проектах, которые у меня есть. Во время в Амеде есть место, где я конкретно прошу. Лид ты просишь, да? За коммерсии, за лиды. Это максимально прям так. Да. Прям так. Это первое. В молитве я прошу супер конкретно. Я говорю, вот есть такой-то проект, пожалуйста, помоги мне вот это сделать. И по конверсии. И я часто прошу, если какое-то событие, которое мне важно, и я переживаю за него, так я прошу Всевышнего потом в молитве, просто чтобы людям полезно было. Сделай так, просто, чтобы, честно, они получили пользу. Да. И там деньги получатся, нет, пусть это будет второстепенно. В молитве прошу. С ДК МАСР, то, что является самым проверенным интересом. Да, и мне с этим сложно. Честно сказать, что я там такой вот очень четко отделяю именно 10 процентов, и подсчитано у меня все в Google таблицах или в CRM-системе. Нет такого, к сожалению. И мне бы очень хотелось с этим, кстати, наладить. Ну, понятное дело, что я даю. Я даю и на общину, и на разные, потому что я часть этого процесса, 100%. То есть это вообще даже не вопрос. Но ты не рассматриваешь это как средство, как ты к бизнесу подходишь? Иногда да. Иногда да. Последние, ну, может быть, надо было что-то такое сказать в подкасте, что типа вот так это работает магически. Иногда я прошу, ну, я говорю, пожалуйста, Всевышний, помоги мне вот это реализовать. И если вдруг получится вот так, так я готов отдать вот так и больше, чем надо, чем ты это вот, ну, по той рекламе приписано. Но сказать, что вот именно это там помогает или именно это то, что дает результат, не знаю, не знаю. Бывает такое, как вот именно так я делаю. Хорошо, возьмем там, где у тебя точно есть браха с Божьей помощью 5 детей. Ты молился специально, ты молился специально, чтобы были мальчики, дети. Потому что многие люди обращаются, у них нет детей, и они спрашивают, вот они на все готовы, любые сгулот, любые эти. Значит, вот тебе Бог дал браху. Как ты это расцениваешь? Почему именно тебе Бог дал такую браху? Или Маша. Тут вопрос, тут непонятно кому. Маме. Да, маме. Но ты молился за детей, чтобы были дети? Я не знаю. То есть за некоторых прям молился очень. У нас был период, потому что когда это случается, ну условно, мы там как-то запланировали, и получается, это одно дело. А было у нас, когда не получалось вообще. И тогда я все молил. И молился, и писал, и лечился. Это после свадьбы? Да, третий, мне кажется, у нас вообще. А было прикольно, Маша ходила там, ну к врачу просто, к какому-то такую плановую. У нас уже было трое детей. И гинеколог говорит, я сожалею, у вас нет и не может быть детей. Она говорит, вы что, конченая? У меня трое. Просто это такое. Я помню, ну... Да, удивительно. Лайфхак, главное, это бетахон. Бетахон, это чувство спокойствия в ситуации, когда беспокойно. Вот это, это лайфхак. Значит, какое это чувство? Мне очень понравилось объяснение. Условно, значит, покажу в значках. Значит, вот это, вот здесь. Короче, вот эта ситуация, когда все решилось хорошо. Это ситуация, в которой условно война началась. Ну, что-то плохое очень. Я вот в этой ситуации супер сильно беспокоюсь. Супер сильно беспокоюсь о том, что будет дальше и как моя жизнь пройдет. А потом я оказываюсь в ситуации, в которой все уже хорошо. Я вижу, как все, задним числом, я вижу, как все хорошо порешалось. То есть, так все вышли сделал. Так вот, бетахон, это умение со своим внутренним состоянием совладать так, чтобы вот в этой ситуации, в которой все кажется ужасным, когда произошло событие, чувствовать себя так, как будто бы ситуация уже разрешилась, и ты там в будущем находишься. И написано у нас, что в заслугу вот этого умения так уповать на Всевышнего, что все, что Он делает, и ты в моменте можешь успокоить себя и чувствовать себя спокойно, вот это есть calmness, в заслугу этого Всевышний ситуацию разворачивает так, чтобы она была для тебя открытым добром и открыто была хорошей. И для меня это одна из главных темп работы с моим беспокойством постоянным. И я конкретно спрашиваю, что я делаю. Я вот эту книгу учу, переучиваю ее Шарапитахон, и всем бы рекомендовал ее. Она на английском есть, но просто потрясающая. Ну, я знаю более простые способы. Ну, понятно, ты же тренер успеха, а я что, обычный человек? Нет, я говорю про беспокойство. Ну вот скажи давай про беспокойство, вот как ты с этим решаешь. Вот есть беспокойство у тебя? Что ты делаешь? Нету, вообще нету. Но это сейчас нету. Было у тебя, что ты сделал? Было раньше, да. Что я сделал? Значит, первое, понять, что все твое беспокойство – это способ мышления. Беспокойство – человек не знает, что будет вообще. Даже близко не знает, что будет через 5 минут, через 10, через час, через месяц. Беспокойство – это следствие неблагодарности. Беспокойство – это следствие того, что человек, действительно, не веря во Всевышнего и неблагодарность. Теперь, как я к этому пришел, я изучал как раз книгу «Сад благодарности». Вот я в какой-то момент понял, что… Не знаю, понял, как это произошло, я не знаю, как мне попала именно эта книга, но когда я понял, что есть только вот этот момент в жизни, вот в реальности есть только этот момент, все остальное – это иллюзия. Нет прошлого, нет будущего, есть только сейчас. Если я нахожусь в этот момент сейчас, и я благодарен Всевышнему нон-стоп за этот момент сейчас, то мой мозг… Ведь кто думает о будущем? Это же не ты думаешь, это твой мозг думает. И твой мозг сам по себе, ты не можешь не остановить эти мысли, не успокоить себя. Он проворачивает свою привычную программу. Теперь программа «Предположение беспокойства о будущем» базируется на твоей благодарности за настоящее. Когда ты в настоящем замечаешь то, что в данный момент тебе… Разве тебе плохо? Есть что-то опасное сейчас в данный момент? Кроме тебя нет. Вот. И то, что ты меня воспринимаешь, может быть, даже как опасность, это потому, что твой ум привык, как вот олени есть. Знаешь, есть олени, которые они боятся все время, да? Они все время живут в режиме выживания, потому что за ними охотятся волки, тигры, львы и так далее. Теперь человек, который все время живет в режиме выживания и все время замечает опасности потенциальные или придуманные, или вспоминает прошлые опасности, в этот момент его мозг проецирует на будущее. Пока ты находишься в режиме выживания, страха, ты не можешь справиться с беспокойством. Это нереально. Как только ты переключаешь свой ум на режим благодарности, на режим бочти, я это называю, режим бочти меда, то есть тот, который в режиме выживания, он все время видит ложку дегтя и ищет ее. И его ум настолько привыкает бояться, что когда человек просто думает о будущем, то ум моментально проецирует свое привычное состояние на будущее. Если мне беспокоено сейчас, я буду беспокоиться о будущем. То есть ты приучил свой ум с помощью благодарности, каждую секунду времени. Иудим переводится благодарный. И у нас есть обязанность 100 благодарностей в день говорить, это минимум. Прямо написано в шелханарухе. Если ты вот прямо перевел свой ум в автоматический режим благодарности, некогда... Так, мне надо поблагодарить. И ты нашел благодарность, и опять слетел в режим выживания. Нет, ты его держишь в течение... Вот прямо держишь в начале... Вот если 10 по 10-бальной шкале, это когда твой ум, он сам на автомате ищет, за что благодарить Всевышнего. Спасибо за это, спасибо за это, спасибо за это, спасибо за то, спасибо за это, спасибо за то. Он сам тебя постоянно... И он в этот момент постоянно производит внутри, если говорить на языке психологии или физиологии, то ум в момент, когда он находит то, что ему нравится, он выделяет дофамин. И пропитывается вся нервная система, если говорить о физиологии, пропитывается дофамином. А вся вера пропитывается благодарностью, любовью ко Всевышнему. И человек, который сегодня благодарен и любит Всевышнего, то когда он смотрит на будущее, он не должен себе говорить, верь, что все будет хорошо. У него нет оснований не верить, что все будет хорошо. Ему не надо верить, что все будет хорошо. Он видит, у тебя реально, слава богу, ты-то сам лично, да, ты переезжал с места на место, бывало. Но сказать, что было прям реально плохо... Нет, не было. Только из-за мыслей. Было плохо? Потому что если... Фактически не было ни разу плохо вообще. Это я вот думаю, капец. Понимаешь? Как можно так обесценивать иногда? Но ум, когда... Это чистая тренировка, это механика. Но вот когда ты перешел на новую механику, тебе не надо думать, что надо доверять Всевышнему. Ну а как туда перейти? Если автоматически у меня... Я потом расскажу. Это программа «Десять шагов к счастью». Это платно, все, я понял. Бесплатно? Нет, это бесплатно. Это еврейский подкаст, ребята. Нет, есть бесплатно, есть бесплатно. Я об этом рассказываю. 120 уроков. Короче, можно натренироваться. Можно перевести свой мозг на режим благодарности. В этот момент тебе не надо думать о том, как не беспокоиться. Ты просто перестаешь беспокоиться. Твой ум, он настолько пропитывается доверием ко Всевышнему в настоящем, что у него нет ни одной вообще даже возможности предположить, что будет что-то плохое. И ты пришел к тому, что называется бетахон, только ты к нему пришел не заставляя себя. Тут я боюсь, а там я не буду бояться. Тут мне плохо, а там я не буду бояться. Такого не бывает. Если тебе хорошо сейчас, то тебе будет... Это проекция. Будущее — это проекция настоящего. Класс. Это как бы простой метод. Любовь ко Всевышнему приводит к бетахону. Бетахон — это следствие прямое благодарности. Как ты можешь вообще не доверять Всевышнему, если он тебя нес на руках каждый день? Если он тебе дал все, что у тебя есть? Как ты можешь вообще у тебя... Какие основания сомневаться в любви Всевышнего? Только неблагодарность и незамечание того, что он тебе давал, оно создает реальность. Это как бы наказание за неблагодарность. Можно так сказать. Или следствие неблагодарности. Следствие. Операционная система такая сломана. Ну то есть надо ее подкрутить. Не сломанная, а нормальная. То есть ты живешь все время в режиме выживания. Ты живешь все время в режиме страха. И тобой руководит вот эта вот часть мозга. Рептильный мозг. Как раз Ецерара — это и есть рептильный мозг. Рептильный мозг. Мозг млекопитающего. Это отдельная тема. И они все тобой руководят. Зуши выживают. Опасность. Нет опасности. Остановись уже. Нет опасности. То есть все. И как только ты понимаешь, что опасности нет, тогда тебе ее нет не сейчас, не будет и в будущем. И тебе не надо тогда беспокоиться. Интересно, почему ты беспокоишься? Это, наверное, твой любимый царь Славон пишет. Беспокоишься завтра, если завтра ты можешь и не быть. Если тебя завтра может и не быть. Это уже игра ума такая. То есть если ты благодарен сегодня, тебе даже нет смысла. То есть ты настолько понимаешь, насколько все тебе хорошо сейчас, что что тебе бояться вообще, что тебе думать. Для меня пока что я еще не там. Но классно же ты подсветил это. Я думаю, что... Короче, класс. Я хотел еще одну вещь поделиться. Может быть, это будет полезно. Я по поводу всяких этих ситуаций, которые случаются. Там пандемия, потом один войн, вторая война, здесь, там. Я все... Слава Богу. Вот не знаю, Бог мне дал такое увидеть это. Что все, что сейчас с тобой происходит, он говорит, это чтобы ты перешел на новый уровень просто, от которого ты убегаешь. И я, говорит, для тебя уже столько контекста создал до всего этого. И ты пока не смог с тем контекстом сделать то, что ты сам хочешь, то, что ты просишь. И вот последняя, которая была 7 октября, я помню, мы в Иерусалиме сидели где-то, сюда приехали. И прям мне так стало очевидно это, что Всевышний говорит, я тебе дам... Ты уедешь там в Европе тогда были с какой-то времени, я тебе дам и место, и пространство, и детей у тебя заберу. Делай. Вот. Ты просил. И для меня настолько... Я такое ощутил какое-то, ну не знаю, все обволакивающее отношение со стороны Всевышнего такое классное. Что он как будто меня поместил в пространство, в котором он говорит, все, я тебе еще один дам контекст. И может другие люди думали, о, война, там, Ашгелон, все, у нас еще в дом, там, ракеты летают за нами. А для меня это было просто как, типа, спасибо большое, что ты так это сделал. И вот это то, что ты сейчас проговорил, я не просил себя это увидеть. Это просто стало таким внутренним. Но ты живешь все равно сейчас, ты живешь в концепции страха, в котором есть светлые пятна. А когда ты переходишь полностью вниманием своим концептуально, в настоящем, на 100% бочка меда, когда ты живешь в светлом пятне, у тебя совершенно меняется взгляд на мир. То есть то, что ты сейчас придумал себе, как мне это надо, я прошу Всевышнего дания, если ты мне это даешь, ты меня любишь, все это исчезает. У тебя все есть в настоящем, и в этот момент ты слышишь по-настоящему голос, вот что тебе нравится делать, то, что твое. И ты занимаешься только тем, к чему тебе есть призвание, остальное оставляя на Всевышнего. Это терапевтический подкаст получается. Он лучше знает. То есть все, что люди просят у Всевышнего, это от того, что им сейчас плохо, они надеются, что им будет лучше, когда Всевышний даст. Но если они перестают вот это свое внимание уводить и как бы... Ты сам говоришь, Всевышний хочет, чтобы я стал лучше, как будто бы ты сейчас хуже. Да, интересно. То есть тебе кажется, что где-то там оно счастье. Вот я сейчас туда доберусь, и вот тогда оно все будет. А как я туда доберусь? И тут опять наступает беспокойство. Нет, мне сейчас счастье. Все, спасибо Всевышнему. Сейчас я в 100% кайфе. И мне ничего не надо, потому что ты знаешь лучше. И в этот момент, когда тебе ничего не надо, он знает лучше, ты слышишь то, что по-настоящему и для чего родился. И когда ты начинаешь этим заниматься не потому, что надеешься стать из-за этого счастливым, а потому что это твое призвание, оно у тебя получается лучше, чем все остальное. Ты кайфуешь от процесса, ты приносишь пользу людям, у тебя есть деньги. Но опять же, деньги опять не решают твой вопрос счастья и несчастья. Ты и так счастлив, просто если есть деньги, у тебя больше возможностей. Но тебе уже не нужны деньги, чтобы стать счастливым, потому что ты и так счастлив. Это совершенно другой уровень. Вот я за последние два года, я это искал, искал. И слава Богу, пришел благодаря, опять же, спасибо Всевышнему. А вот, если ты в таком состоянии живешь, у меня внутренний страх есть и опасения. Это честная привычка, да. Терапевтические, да. Но у меня сразу такое включается, автоматически. Я думаю, что не только у меня. То есть не то, что я там такой сломанный. Это так, в общем-то, и есть. Это установка по волчанию. Это 99% людей. И вот я сейчас на стороне этих людей задам вопрос такой. Внутреннее ощущение такое, что я когда беспокоюсь, то если у меня будет все хорошо, тогда у меня все будет плохо сразу. Потому что я расслаблюсь, я ничего не буду делать. Ну мне так хорошо, ну без денег, ну ладно, успокоимся. Ну там меньше денег, ну не страшно. Ну дети там нет, ну давайте будем жить в нирване, все хорошо. И получается, что момент, когда мне в любом случае хорошо, а зачем тогда делать новое что-то? А зачем делать новое что-то, если тебе все равно плохо? То есть тебе сейчас плохо, и сделаешь новое, будет плохо. Тебе все равно лучше-то не станет. А здесь, когда тебе хорошо, ты делаешь новое, потому что ты не можешь не делать, и потому что правильно делать, и потому что тебе некуда бежать. Но так как ты живешь по Торе, и ты логичный, нормальный человек, у тебя в этот момент начинает работать логика. Потому что пока у тебя логика не работает, ты на стрессе, на страхе. Ты бежишь просто из страха, бей, бей, иди, замри. То есть тебя или парализуют, или ты куда-то бежишь, или ты там с тем-то воюешь с надеждой, что вот я добегу до этой точки, и мне станет чуть легче. Ты настолько привыкаешь бежать от точки к точке, что ты ее никогда не догоняешь, и тебе никогда не становится легче. Мощь. И надежда, что... Вот смотри, это же очень логично. Вот сидит человек, например, да, вот ему хорошо, мне хорошо сейчас. Так наоборот, я не буду делать ни одну глупость. Мне не надо заедать стресс, мне не надо запивать стресс, мне не надо закуривать стресс. Мне не надо... Мне же неплохо, потому что кто-то одет лучше, чем я, и кто-то зарабатывает лучше, чем я. Мне по кайфе. Я на 100% в благодарности Всевышнему за то, что он дал именно мне. Я счастлив. Значит, я буду делать только то, что рационально правильно делать. Не то, что меня гонит какая-то нехватка, или там, ну вот, реактивная какая-то жизнь, или мне плохо. Нет, мне хорошо. И в этот момент включается высший разум, включается то, что называется творчество. Ты сидишь и думаешь, ну класс, мне хорошо, но мне никуда не надо бежать, ничем меня не заставляет бежать. Но я полностью спокоен, у меня нет внутри никакого стресса. А что для меня правильно? Что я люблю? Что для меня вот действительно мне хочется делать? Тогда ты можешь услышать вот это свое хочется. И мне хочется, например, вот я так выбрал Академию Счастья и Ваикру. Все, мне хочется учить Тору, обучать Торе и обучать людей как бы счастливыми. Вот благодарность — это первый шаг. Я в кайфе, понимаешь? И оно, и деньги есть, но они не решают вопрос моего счастья. Я все равно счастлив. Понятно, я хочу больше, потому что устройство человека такое, что или тебя гонит стресс, или тебя гонит твоя высшая сущность — Божественная Душа. Божественная Душа хочет расширяться. У тебя есть желание расширяться, расти, но не из боли, а из наполненности, даже переполненности счастьем. У тебя есть вот эта энергия избытка, которую ты можешь спокойно... Вот я сейчас хочу перепланировать неделю. Я для себя решил, что работу я хочу чуть-чуть уменьшить, жене и семье времени чуть увеличить, спорт чуть-чуть увеличить и вторую чуть-чуть увеличить. За счет чего? За счет работы. А почему за счет работы? А я верю, что Всевышний мне даст, хоть я буду пять часов в день работать, хоть три. Он мне даст столько, сколько мне надо для счастья. Вау. Но всегда ли можно работать в этом режиме? Есть экстрен режим, когда тебе надо работать в режиме выживания? Или на любом этапе? Допустим, нет денег, надо работать на двух работах. Или на трех. Ты сейчас придумываешь, опять же, какие-то теоретические ситуации, на которые я также теоретически, находясь в спокойствии, скажу, что в этот момент умрет тетя дальняя и даст тебе наследство. То есть ты придумываешь теоретическую ловушку, и я тебе придумываю теоретическое спасение. Давай. Мне классно, что ты сказал. Я бы очень хотел еще сам все переслушать, что ты говорил. Для меня супер ценно. Не знаю, как для участников, слушателей. Для меня это просто мои переживания регулярные. Слава Богу, спасибо Всевышнему. Все, спасибо, Зуша, что ты пришел. Спасибо тебе за откровенность и за открытость. И я надеюсь, что это поможет многим людям лучше понять о Боге, о религии, зачем, как это работает. Супер. Благодарю тебе, Цех, за приглашение. И я настаиваю на том, чтобы те, кто посмотрит это видео, до этого момента досмотрели, вы написали в комментариях, что вы посмотрели. Во-первых, посмотрели. Я посмотрел, так написали. А во-вторых, написали, какие идеи, которые мы здесь обсуждали, были вам интересны, и какие идеи вам интересно было бы обсудить. Это клево. Потому что следующая встреча, которую Ицхак будет делать, с вашей помощью, может, меня еще позовет, если будет окей. Интересно будет поговорить на темы, которые вам тоже интересны, которые тоже внутри вы чувствуете, что они вас касаются и заботят. Спасибо большое, Ицхак. Субтитры создавал DimaTorzok